И мой доклад посвящен откровению Анны Богослова в романе «Идиот», а конкретно, поскольку это очень большая тема, теме «Жена-город». Да, я хотела сразу сказать, что вышла моя книжка очередная, я о ней сегодня буду побольше говорить, наверное, я надеюсь, на презентацию. Но я просто хочу сказать, что мы немножечко книжечек несколько привезли, и их можно, если кому-то нужно, купить у Кати Корделла. Катя, покажись, а кому? Вот, они стоят у нас сейчас тысячу, а на Озоне тысяча семьсот. Это просто для сравнения. Вот, значит, прежде всего скажу о нашем проекте «Роль и образ книги» в романе Достоевского «Идиот», в рамках которого будет проведена 22-3 октября онлайн-конференция, которая будет называться «Книга в книге» с широким спектром тем и материала исследования. Наш же проект направлен на комплексное изучение роли и образа художественных, исторических, мемуарных, священных книг, непосредственно присутствующих в романе «Идиот». Это значит, что мы не занимаемся даже вполне доказательно присутствующими в тексте алюзиями и ремнисцензиями в том случае, если книга прямо не названа в романе. Мы считаем, я сейчас говорю за всех членов проекта, что прямое упоминание книги в тексте произведения, по крайней мере в произведениях Достоевского, проводит радикальную различительную черту, позволяющую отделить авторскую интенсию от исследовательских домысливаний и проекций собственных ассоциаций на роман. Это не значит, что мы совершенно отрицаем возможность присутствия неназванного текста в подкладке романа Достоевского. Более того, мы точно знаем, как минимум один такой текст в романе «Идиот» – это жизнь Иисуса Ринана, упомянутая в «Черновиках». И на его примере, кстати, очень ясно видна разница между текстом, упомянутым и неупомянутым в романе. Достоевский не хотел, чтобы читатель ориентировался при чтении на ринановскую книгу, поскольку, например, восприятие соотношения болезни и выхода в мистическое у Ринана и Достоевского совершенно различны. Ринан настаивает на том, что болезнь и болезненные впечатления, понимаемые им как невольный обман, не дискредитируют чистосердечие тех, кто переживает на их основе религиозные чувства. То есть Ринан соглашается и убеждает читателя, что хотя религиозного факта и нет, но чувства как бы истинны. Достоевский показывает, что медицински признанная болезнь может быть как раз симптомом наличия религиозного факта и платы за его истинность. Поэтому Ринан ему совершенно не годится в качестве идеологической подкладки текста, ибо будет не облегчать понимание, но искажать его. И Достоевский ориентируется на Ринана как на оппонента, упоминает его в черновиках, но ни в коем случае не допускает в окончательный текст, рассчитанный на понимание читателя. В окончательном тексте здравые рассуждения Ринана, объясняющие мистику физиологии, приходятся на долю Евгения Павловича. И полагаем Достоевский намеренно ослабляет эти рассуждения, удаляя из окончательного текста прецедентный текст, заставляя эти рассуждения как бы повеснуть в воздухе без опоры. Таким образом, в проекте мы будем рассматривать книги, читаемые, упоминаемые героями или автором, продаваемые и покупаемые, обмениваемые на другие предметы, сложащие местами хранения и так далее. То есть книги как тексты на бумаге, как тексты, представляющие собой верифицированные автором источники, аллюзий в сознании и речи героев и повествователя, как материальные предметы, взаимодействующие с другими материальными предметами и так далее. На основании уже проведенных нами на данный момент исследований можно предположить, что интенсивность присутствия книги как источника аллюзий будет прямо связана с интенсивностью ее материального присутствия в тексте. То есть книга неоднократно упомянута или книга, присутствующая как материальный объект, будет в большей степени и более всесторонне формировать окончательный текст, чем книга, упомянутая однократно и не присутствующая в качестве материального предмета. По всей видимости, такая книга будет локально заострять сформированный другими прецедентными текстами архетипический образ. Это пока предположение, его надо проверять. В качестве курьеза замечу, что роман «Идиот» до сих пор был посвящен гораздо больше компартиристских исследований, то есть исследований, примитивных к нему, книг никак в нем не отраженных, чем исследований книг, прямо связанных с романом авторской воли. При этом много книг, прямо упомянутых в романе и присутствующих в нем в качестве материальных объектов, вообще не было исследовано в свете их функций в романном целом. Таковы всемирные европейские истории, упомянутые в романе и даже в значительной степени истории России. Скажем прямо, большинство этих историй не были даже... Вот только, пожалуйста, без вспышки. Тебе бог. Большинство этих эстоний не были даже полностью прочтены исследователями романа «Идиот». А ряд книг, хотя и был исследован, но не в том виде, в каком их читают герои и, соответственно, в каком на них ссылается автор. Например, исследования мадам Бавари проводились на основе чтения русского перевода, а не французского текста. Таким образом, можно сказать... Оскільки это невозможно, вы услышите в последующих докладах. Таким образом, можно сказать, что исследование данной проблем в романе «Идиот» еще практически и не начиналось. Я предполагаю, что книги, особо актуализированные многократным упоминанием или материальным присутствием в романе, играют роль своего рода фокусов, сосредоточившись в каждом из которых читатель имеет возможность увидеть роман целостно в определенном ракурсе. Каждый такой фокус будет прояснять в том числе кажущиеся странными и нелепыми и даже элементами плохого стиля построение фраз в романе. Полагаю, это может быть объективным способом верификации ценностей исследований данного типа, когда в результате становятся ясны и глубоки представляющиеся странными и нелепыми фразы. Особую роль играют названные и что существенно предъявленные в определенных ситуациях священные книги. Если в преступлении и наказании в центре романа находится Евангелие, в том числе как материальный предмет, с которым совершают определенные манипуляции, ну и, соответственно, чтение, происходит чтение, которое в том числе слышат не только читатели, но и два героя совершенно по-разному на этот текст ориентируют. То в «Идиоте» на первый план и в базовую подкладку выходит апокалипсис. Причем базовым текстом автором назначается не просто апокалипсис, а апокалипсис в совокупности его толкований. И это неопределенное множество, поскольку впервые прямо упоминается апокалипсис в руках и устав его толкователя Лебедева. Полагаю, что именно апокалипсис, как базовый текст, порождает такое обилие присутствия исторических аллюзий и, собственно, историй, как книг и собрание книг в романе, поскольку именно он есть внутреннее откроение истинного бытия, прозреваемое во внешних исторических событиях. Или, как пишет епископ Серафим Сегрист, «Литургия в откровении», он вообще всячески подчеркивает внутреннюю литургичность апокалипсиса, и в связи с этим еще можно отдельную, так сказать, лекцию сделать на тему «Достоевский апокалипсис вообще», и «Апокалипсис идет в частности». Так вот, литургия в откровении пишет, что он показывает истинный смысл истории, противопоставленный ложному, который кажется господствующим в ее видимом развитии. Переход из одного периода мира ложной истории в другой период внутренней истины представлен чрезвычайно болезненным процессом. Наверное, на первом заседании забыли сказать. Пожалуйста, выберите звук у телефона, если у кого-то он не выключен. Значит, нельзя не отметить, что в самом апокалипсисе слова «книга» и «книжка» упоминаются 29 раз, а во всех остальных текстах «Нового завета» вместе взятых всего 18 раз. И книги апокалипсиса – это именно значимые и действенные предметы, определяющие собой и возможными манипуляциями с собой глубинный ход человеческой истории и метаистории. Ее там даже едят, как вы помните. У нас в «Апокалипсис» в начале второй части «Идиота», но выступает как формирующий текст он уже в первой части и прежде всего как формирующий образ Анастасия Филипповна, в связи с которой, собственно, он и появляется впервые в романе «Идиот». Как вы помните, даже само слово «Апокалипсис» впервые возникает в связи с фразой «Лебедева апокалипсисом стала отчитывать». В первой части я сейчас и обращусь, попытавшись показать, как странности текста обретают смысл, если рассматриваются в его перспективе. Первая очевидная отсылка на «Апокалипсис» в первой части романа – это упоминание города Неаполя, который виделся князью мышки на золении, на которой встречается небо с землей. Об этой отсылке я уже подробно рассказывала и писала. В книжке, кстати, есть. «Однако Новый Иерусалим Апокалипсиса – это не только город, но и женщина, как я надеюсь, вы помните. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на высокую и великую гору и показал мне великий город Святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». «И это не единственный город женщины Апокалипсиса, ибо великая блудница жила, сидящая на звере багряном, тоже город. Вавилон великий, мать блудница, мы мерзлистим земным». Причем мы их видим, я прочитала не первую стату, как который упоминается город невеста, поэтому, так сказать, тут будет противоречие, но оно видимое только. Так вот, мы видим этот город и жену, как бы в противоположной перспективе. Город Новый Иерусалим сначала является нам как город, а потом сообщается, что он жена Адамса. А в другом случае мы сначала видим жену на звере багряном, который потом сообщается, что она город. При этом в откровении эти два как бы противостоящих друг другу города, на самом деле одно и то же пространство. И это свойство пространства уже было воспроизведено Достоевским в преступлении и наказании. В откровении же это пространство явно показывается, как единое в одиннадцатой главе, где великий город, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят, одновременно святый город, временно попираемый язычник. В пространстве романа мы видим мечтающийся, это его слово мечталось, Мышкину город Ниаполь, узнаваемый им в Настасье Филипповне, потому что это единственная вещь, о которой он мечтал в первой части, и ее он встречает, как нечто, что уже видел. Я вас где-то видел, может быть, во сне. Настасья Филипповна ему ответит, и я его где-то видела. Разве я сама о тебе не мечтала? Характерно, что когда Мышкин будет мечтать об Аглае, в третьей части, он будет видеть природный пейзаж, и он будет мечтать в присутствии Аглаи о том, чтобы оказаться за тысячу верст, и Аглая была только мечтой. Но это, так сказать, отступление в сторону. Сама же Настасья Филипповна впервые является в романе вживую, как великая блудница, вокруг которой собираются торгующие ее и ее судьбой. В апокалипсисе, торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, встанут вдали от страха, мучения ее плача и рыдая, и говоря, горе, горе, тебе великий город, одет и виссоны, порфиры и багреницы, украшенные золотом и камнями, драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. Речь о Фанасе Ивановиче в конце первой части, по сути, это прямая иллюзия на этот плач о Вавилоне. Но согласитесь, однако же, с тем, что в этой женщине присутствовали капитальные достоинства, блестящие черты. Я дальше и крикнуть даже хотела, если бы только мог себе это позволить, при этом Садуме, что она сама есть самое лучшее мое оправдание на все ее обвинения. Но кто бы не пленился иногда этой женщине за обвинение рассудка и всего. Положим, что это все, что случилось там теперь, нервно, романтично, неприлично, но зато колоритно, оригинально, согласитесь сами. Боже, что бы могло быть из такого характера, при такой красоте, но, несмотря на все усилия образования, даже все погибло. На самом деле, там параллелей гораздо больше, и проводить их можно гораздо на консении, но, естественно, что в рамках доклада приходится на чем-то останавливаться. Особенно важным в свете апокалипсиса становится подарок, приготовленный Настасье Филипповне генералом, многократно напоминаемый жемчуг, который одновременно представляет собой непременную деталь одеяния блудницы, и жена была обречена в порфир и багряницу, украшенную золотом, драгоценными камнями, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостью, нечистотой блудодействия. Там несколько раз происходит описание жены на звере багряном, и каждый раз жемчуг непременно присутствует. И этот же жемчуг, единственный из всего описания одежды блудницы, становится главным украшением нового Иерусалима, его ожерельем, ибо все двенадцать ворот его жемчужины. Чашу, наполненную мерзостью блудодействия, поднимает Настасья Филипповна, когда берет в руки пачку денег, принесенную ей рогоженым за ночь, завернутую к тому же в биржевые ведомости. Это в этой-то пачке сто тысяч. Фу, какая мерзость! Но поднимает ее с тем, чтобы на душу Гани последний раз посмотреть. И становится ясно, что Достоевский, а я полагаю, и автор откровения, видит в Вавилонской блуднице последний оселок, обнажающий человеческую душу накануне явления великого города, невесты Агреса. Не забудем, что в этой сцене идиота Настасья Филипповна одновременно невеста князя. В свете такого апокалиптического сращения города-жены становится понятно странное выражение героев-распальщиков. Генерал Ивлгин, я именно звала вас, чтобы пригласить в товарища на поход к Настасье Филипповне, или лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну. Выражение уместное более по отношению к городу, чем к женщине. Повествователь. Но другие преимущественно кулачный господин, хотя и не вслух, но в сердце своем относились к Настасье Филипповне с глубочайшим презрением, даже с милостью, и шли к ней, как на осаду. Однако Настасье Филипповне является и третья жена апокалипсиса. С них всего три там. Жена, боченая в солнце. Этот образ проявляется в героине через самую настойчивую характеристику ее красоты – ослепляющую. Эта ослепляющая красота была даже невыносима. Князь, может быть, ответил бы что-нибудь в нею любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слова оба. Коля Иволгин, а хороша Настасья Филипповна, как вы думаете? Я ведь ее никогда до сих пор не видывала, а ужасно старался. Просто ослепила. Именно Настасья Филипповна определяет князя в сцене у сватовства как младенца. А единственный младенец апокалипсиса – это младенец, рожденный женой, обреченный в солнце. Он же тот, которому надлежит пасти все народы жглом железным. На самом деле, из этого анализа мы уже видим, что образы апокалипсиса – это не каждый раз отдельный образ. Они гораздо более стянуты и связаны между собой. Сейчас мы еще увидим, как это. Перед именно женой, обреченной в солнце, ожидая родов, стоит, чтобы пожрать младенца большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, на головах его семь дядей, то есть тот же багряный зверь, на котором сидит блюдница. Заметим на то, чтобы пожрать князя, нацелилась после объявления о его миллионах, все приличное общество, торговавшее до этого Анастасия Филипповна. Но дитя будет восхищено к Богу, престолу его до времени, а жене, обреченной в солнце, будут даны два крыла большого орла. И аллюзия на это место апокалипсиса давно мной замечена вне общей системы, ибо она очень бросается в глаза. В стремлении бежавшей от князя из-под венца Анастасия Филипповна уехать в Орел. А потом в Орел куда-то хотела. И ложилось, все говорилось, что в Орел поедет. Итак, кто же багряный зверь, на котором сидит блудница, от которого бежит жена, обреченная в солнце? Очевидно, что он не идентифицируется с героем, поскольку героиня бежит из-под венца как от Рогожи, так и от князя. Багряный зверь по Достоевскому это объективирующая, исключительно присваивающая, присваивающая, пожирающая или закупоривающая как бутылку поражения Аглая для сохранности объекта любовь, в кавычки я бы поставила это слово, которая растерзана и от которой спасается бегством Настасья Филипповна. Это все тоже имеет свои отсылки в апокалипсисе. И спасает от нее князя, увидев ту же присваивающую любовь в Аглая. Объективирующая захватническую любовь, которая делает людей друг для друга пожирающими драконами. Побеждающему же дается сесть на престоле Господнем и Настасье Филипповне к концу романа все более настойчиво обретает черты Христа апокалипсис. В конце концов, лицом, которое невозможно вынести, я надеюсь, что все помнят эту потрясающую цитату из конца романа, где Мышкин трижды повторяет, что он не может выносить ее лица. Так вот, единственное, лицом, которое невозможно вынести в апокалипсисе, обладает только именно Христос. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон. Меч об этой аллюзии тоже принят Настасье Филипповне. Я уже писала, он даже попал в комментарии к Идиоту в последнем собрании сочинения. И когда я увидел его, то упал к ногам его как мертвый. И говорят, горам и камням, пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле. И дальше, да, и увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля. И вот, заметим, да, что в свете апокалипсиса восприятие образов романа становится гораздо более внятным, хотя и контринтуитивным. Особенно для читателя, привыкшего к тому, что хороший конец хорошего романа это свадьба с прибавлением и жили они долго и счастливо. Впрочем, ведь и христианство радикально контринтуитивно. Думаю, именно этим объясняется как непонимание текста поколениями читателей и привлечения к нему, так и особая трепетная любовь Достоевского к тем читателям, которые больше всего любили роман «Идиот». Спасибо. И у нас есть три минуты на вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хотелось бы увидеть ваше лицо полностью не закрытым фланшетом, чем вас на экране. АПЛОДИСМЕНТЫ если можно, по существу доклада сейчас. Угу. Спасибо. А если нет, ну, можно будет потом, да, я тогда передаю слово следующему докладчику. И, пожалуйста, Татьяна Георгиевна Магарил Ильяева объяви тему, ладно? Объяви тему, потому что мне сейчас все рассказано. Тему она сейчас объявит. Это очень интересно. так.